решил рассмотреть этот замок на момент переделки его под электромеханический как это можно сделать вариант 1 мы ну тут все понятно да мы когда ручку нажимаем обычную дверную у нас вот такое движение мы можем заблокировать чтобы ручку было сложно нажать не знаю насколько это будет надежно установив сюда вот такой маленький соленоид или такой да соответственно вот так а мы не сможем нам будет мешать соленоид подадим напряжение и мы сможем опустить ручку вниз ну или сюда его установив вот сюда мне кажется проще выпилить немножечко и поставить вариант 2 это убрать вот эту пружину и перевести вот эту часть на ну наверное электромотор ну или соленоид для того чтобы мы могли подать напряжение просто убирать вот этот язычок но нужно понимать что почему на электромотор этот язычок очень часто держит уплотнитель двери и не всегда и будет получаться его утянуть маленьким соленоидом если же дверь свободно нет на двери уплотнителя если на двери нет уплотнителя то можно использовать и соленоид это будет просто как ригельный электрозамок без этой пружинки он будет легко ходить покажу да он легко ходит без пружинки соответственно мы делаем еще один рычаг и уже двигаем вот эту шайбу в эту сторону открывая замок так что обычный механический замок можно перевести на электрику ну в общем-то малый малыми силами поломался обычный замок разберем посмотрим что внутри чинить обычные замки наверное не стоит то что если он поломается что придется дверь выломать это не очень хорошо же не разбирать на камеру не совсем удобно о сразу вижу пружина превратилась в две пружины тут две пружины в принципе в остальном замок хороший наверное он даже без этой пружинки будет работать что она мешала здесь или открыли дверь по моему еще и без этой пружинки поживет и и и